МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благоустроенная детская площадка и общественное место отдыха вместо пустыря. Вискатели благоустроили дворовую территорию в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сделать центром досуга молодежи. В Рио губернатор Ненинского округа посетил библиотеку поселка Красное. На отдых и оздоровление. В ноябре начнется прием заявлений на путевки мать и дитя. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня. в студии Иван Никонов. Еще один объект в рамках реализации приоритетного федерального проекта о формировании комфортной городской среды благоустроили в Ненинском округе. Сегодня в поселке Искатели в торжественной обстановке открыли самую большую дворовую территорию. На дни рождения обустроены игровые площадки и прогулочные зоны в районе улицы Монтажников побывала и наша съемочная группа. Сегодня у детей поселка Искатели общий праздник. Открытие самой большой игровой зоны по улице Монтажников. На огромной площадке теперь красуются яркие игровые элементы. Горки, качели, веревочные стенки. Их уже оценила местная детвора и взрослые. Хорошая. А что тут хорошего? Она такая большая и красивая. А что больше всего нравится тебе здесь? Что она яркая. На самом деле это здорово, что у нас в Искателях появляются такие площадки. Надеюсь, на этом не остановится. Их надо намного больше на самом деле. Мы с ребятами сюда пару раз приходили. На самом деле все замечательно. Теперь новая площадка – это не просто место для игр, но и отдыха. Здесь в рамках проекта появились пешеходные дорожки, были установлены скамейки, урны, сделано освещение. Плюс сделали стоянки для автомобилей, для того, чтобы можно было чистить проезды. И дополнительно мы сделали еще мягкое покрытие. Как я говорю, оно не входило в программу. Это мы по второму кругу разыграли конкурсы по 44-му закону. И эту работу выполнили. Но на этом муниципальные власти останавливаться не собираются. Уже на следующий год планируют дополнить игровую площадку современными спортивными элементами для подростков и взрослого населения. Но это в планах. Сейчас главное, по словам Григория Коваленко, сохранить благоустроенную территорию, на которую были потрачены немалые деньги – более 5 миллионов. Это средства из бюджета Заполярного района и федеральные средства. Они были выделены в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициатором которого стала партия «Единая Россия». Для нас этот проект очень важен тем, что практически нет ни одного жителя Нениско-автономного округа, который бы не принял участие даже мысленно в обсуждении тех инициатив, которые поступают от самых различных инстанций, от жителей округа. Это действительно народный проект. И этот проект был поддержан правительством Российской Федерации. Эта инициатива наша была поддержана. Более того, насколько показала жизнь, он очень неплохо стартовал в Нениско-автономном округе. И совсем недавно в Государственной Думе, в Федеральном собрании мы поднимали вопрос для того, чтобы этот проект продолжить в обязательном порядке. Правительство инициатива была поддержана и принято решение на 2018 год финансирования ставить не меньше, чем было в 2017 году. А это значит, что проект в дальнейшем расширит свои границы. И кроме поселка Искатели и города Наринмара благоустроенными будут и сельские населенные пункты, которые тоже нуждаются во внимании. Сделать библиотеку поселка Красное центром притяжения молодежи – такое решение озвучил глава региона Александр Цибульский во время своего визита в муниципальное образование. Во время рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора округа посетил поселковый дом культуры и побывал в читальном зале библиотеки. В этом году Красновский дом культуры отметит 60-летний юбилей. Об этом во время экскурсии главе региона рассказала директор ДК Оксана Асташова. У нас кружки есть вокальные, есть театральные, есть хореографические кружки, есть декоративно-прикрытного творчества кружки. Ну, разнообразные. И ходят и взрослые, и дети, и специалисты у нас работают. Ну, практически все с образованием у нас специалисты. Вообще у нас в штате 13 человек вместе со мной. На втором этаже дома культуры располагается библиотека. Она вызвала особый интерес у главы региона. Руководитель филиала библиотеки Алена Кожевина поделилась своими представлениями о том, каким в идеале она видит читальный зал. Я бы сюда пригласила дизайнеров, которые проектировали библиотеку Гоголя в Санкт-Петербурге и Боголюбовского Владимирской области. Они приезжают, живут здесь, знакомятся с регионом, с его какими-то достопримечательностями, просто знакомятся с регионом, мебчаются обязательно, берут у них интервью какие-то, вот их просьбы, и вот это все получается в что-то эксклюзивное. О том, что библиотеку необходимо сделать более современной и привлекательной для читателей, в том числе молодежи, говорил и глава региона. Искренне убежден, что библиотека должна становиться таким очень современным центром, где молодежь могла бы не только читать книги, но и получить доступ к всем информационным технологиям хорошего качества. И доступ к новому информационному ресурсу, который сегодня есть в сети, есть в мире. Это должно быть комфортное место, куда могли бы прийти, выпить кофе, выпить чай, посидеть, пообщаться. Глава региона предложил сделать Красновскую библиотеку центром досуга молодежи. Планируется, что этот проект станет пилотным от территории Нинницкого округа. Ирина Цепитова, Ирина Нежалова, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». Прием заявлений на оздоровление детей по путевкам мать и дитя начинается 20 ноября в отделении социальной защиты населения. Оздоровление юных жителей Нинницкого округа, как и прежде, пройдет в санаториях и в организованных группах в оздоровительных детских лагерях. Прием продлится до 20 декабря. Как отмечают в профильном департаменте, бесплатные путевки за счет окружного бюджета предоставляются для подростков в возрасте от 10 до 15 лет в составе организованной группы, а также для детей от 4 до 9 лет – категория «мать и дитя». При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Нинницком округе. Также учитывается и здоровье ребенка. На санаторно-курортное лечение за счет окружного бюджета направляются дети с медицинскими показаниями 3-й, 4-й и 5-й группы здоровья. Путевки предоставляются только для детей, постоянно проживающих на территории Нинницкого округа. Этой мерой поддержки можно воспользоваться один раз в два года. Первоочередное право на них имеют многодетные семьи и граждане, воспитывающие ребенка-инвалида. Путевки «Мать и дитя» предлагают оздоровление ребенка совместно с одним из родителей – опекуном или близким родственником – бабушкой и дедушкой. В этом году в соответствии с окружным законом о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Нинницком округе на учете для получения бесплатной путевки состояли 352 человека – 166 родителей и 186 детей. По итогам оздоровительной кампании 2017 года за две летние смены на Черноморском побережье отдохнули 308 подростков. По путевкам «Мать и дитя» оздоровление прошли более 300 человек. Их ждет служба в рядах российской армии. С началом ноября в Нинницком округе стартует осенняя призывная кампания. 1 ноября в Нинницком округе начнется призыв на военную службу. В этом году ряды российской армии пополнят более 100 жителей региона. Подготовка к призыву в Нинницком округе уже началась. Было проведено предварительное медицинское освидетельствование. Впереди тщательная проверка состояния здоровья окружных призывников. На воинском учете в Нинницком округе сегодня состоят более 800 граждан призывного возраста от 18 до 27 лет. В осенне призыв 2017 года на медицинскую комиссию вызовут порядка 400 призывников. Из них по результатам тщательного отбора на военную службу отправятся чуть более 100 ребят, рассказал военный комиссар Нинницкого округа Игорь Ибраев. Порядка 20% отсеется по состоянию здоровья. Около 50% получат отсрочку на период получения образования. Кстати, с 1 января этого года улучшилась ситуация для студентов колледжей, техникумов и училищ. Вне зависимости от того, по окончании какого класса они поступили в учебное заведение, им предоставляется отсрочка до момента окончания учебы и достижения ими 20-летнего возраста. Я, например, закончил школу, получил среднее образование, после поступил в техникум, ну куда-то получать такое же среднее образование. То, что, соответственно, 18 лет ему исполнилось, мы эти граждане призывали, потому что он имел основное среднее образование. Сейчас уже не призываем с этого года. Они будут получать отсрочку. Традиционно срочники из Нинецкого округа проходят военную службу на Северном флоте. В сухопутных войсках Западного военного округа в 12-м главном управлении Министерства обороны, это служба на Новой Земле, военно-космических войсках в Плесецке и Мирном, военно-воздушных и военно-морских силах, а также во внутренних войсках МВД. Большинство ребят из Нинецкого округа служат в Западном военном округе. По предварительным данным, 6 человек в этом году поступят на службу на малый противолодочный корабль «Нарьинмар». В каких войсках будут служить будущие новобранцы, решит призывная комиссия. Ну и у самих ребят уже есть представление о будущей службе. Роман Гозлов, например, ведет себя в военно-космических войсках, и не только на срочной, но и на службе по контракту. Вот я думаю об этом, как бы желаю служить, да и пойти по контракту. А почему тебя привлекает? Не знаю, давно как-то об этом думал, что военным хотелось стать, давно. Вот и решил. Сегодняшние новобранцы понимают, служба в армии – это не только отдать долг родине, это серьезный этап в их жизни. Кто-то свяжет свое будущее с военной профессией, а кто-то вернется на гражданку, но и здесь полученный опыт не пропадет, ведь зачастую служба в армии становится обязательным условием при приеме на работу. А вообще армия – это хорошая жизненная школа. Так сегодня напутствовали ребят на оставшие уже традиционные акции призывник. Замглавы администрации «Нарьинмара» подполковник запаса Андрей Бережной привел лишь несколько причин, почему стоит идти в армию. «Это возможность попробовать себя на вшивость, это возможность пожить в суровом мужском коллективе, научиться управлять собственными эмоциями, научиться выполнять команды, не обсуждая, нравится, не нравится, это маме можно говорить, в армии это говорить некому, там поголовки никто не погладит. И это хорошо, потому что только так формируется настоящий мужской характер». Успешная служба, хороших командиров и надежных товарищей в качестве пожелания передал и временно исполняющий обязанности губернатор Неницкого округа Александр Цибульский. Напомню, призывная кампания в регионе стартует 1 ноября. Первая группа ребят отправится к местам службы уже 7 ноября. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Оленеводческое хозяйство Неницкого округа, СПК «Красный октябрь» начало убойную кампанию в Иркуте. Первая бригада хозяйства подогнала стадо к убойному пункту на минувшей неделе. Всего в планах сельхозпроизводственного кооператива направить на убой 1400 голов северных оленей и произвести около 42 тонн мяса. Большая часть производственного сырья будет направлена в промышленную переработку Наринмарского мясокомбината. Замороженное оленино будет доставлено в Усинск и вывезено в Наринмар в декабре, когда откроется основной зимник. Как пояснили работники СПК, сейчас погодные условия на территории Республики Коми являются благоприятными для проведения убойной кампании. На территории Ненецкого округа убойная кампания начнется в первой декаде ноября. Для ее начала необходимо наличие снежного покрова и отрицательных температур. Некоторым бригадам хозяйств для перегона стад к убойным пунктам понадобится преодолеть несколько рек и озер, которые пока не замерзли. Ожидается, что первыми это сделают работники СПК «Харп». На территории округа они традиционно начинают убой одними из первых. По словам председателя хозяйства Николая Колесникова, в этом сезоне сельхозпроизводственный кооператив планирует направить на убой около 3,5 тысяч голов оленей и заготовить около 120 тонн оленины. Большую часть заготовленной оленины направят на промышленную переработку, а остальной объем будет реализован населению. В прошлом году убойная кампания в регионе началась 2 ноября. Первым убой начали также оленеводы СПК «Красный октябрь». Специалисты Наринмарского авиаотряда приступили к приемке нового вертолета Ми-8, предназначенного для санитарной авиации Ненинского округа. Закупку этого воздушного судна акционерное общество осуществляет на условиях льготного лизинга, который предоставляет государственная транспортная лизинговая компания. Вертолет построен на авиационном заводе в Казани. После государственной регистрации судна и присвоения ему опознавательного знака, эта процедура займет 3 недели, машину доставят в округ. Как отметил генеральный директор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук, ротировочный срок прибытия вертолета 15 ноября. На линию новая машина выйдет в 20-х числах этого же месяца. Сумма сделки составила 629 миллионов 400 тысяч рублей, срок лизинга 10 лет. Это уже третий вертолет, который за последние два года пополняет парк Наринмарского объединенного авиаотряда и второй в текущем году. Нынешним летом окружное авиапредприятие уже приобрело в лизинг новый Ми-8 АМТ, изготовленный на авиационном заводе в Улан-Удэ. До этого времени на протяжении 26 лет парк авиаотряда вообще не обновлялся. Согласно данным медицинской статистики, в Ненецком округе санитарная авиация делает порядка 250 вылетов в год, эвакуируя при этом более 500 человек, которым требуется экстренная медицинская помощь. На услуги оказания экстренной медицинской помощи жителям Ненецкого округа, проживающим в труднодоступных районах, Ненецкий округ получил субсидию в 54 миллиона 500 тысяч рублей из федерального бюджета. Еще 12,5 миллионов рублей на эти цели предусмотрены в бюджете Ненецкого округа на 2017 год. С 2020 года финансовое обеспечение оказания экстренной помощи с использованием санавиации будет осуществляться полностью за счет регионального бюджета. Полицейские изъяли порядка 270 литров контрафактного алкоголя. Дорогие напитки были конфискованы в одном из ресторанов Наринмара в минувшие выходные. Сообщение о том, что в этом заведении клиентам наливают поддельный алкоголь, правоохранителям поступило от жителя города, который накануне посетил заведение и остался недоволен качеством поданного напитка. Стражи порядка тут же организовали проверку. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проведена проверка в данном заведении. В ходе проверки владелец ресторана не предоставил стражам порядка лицензию на реализацию розничной продажи алкоголя. Полицейскими изъято 267 литров алкоголя и отправлена экспертизу проверки подлинности акцизных марок. В настоящее время по данному факту полицейских проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Добавлю, что за последнюю неделю это уже вторая партия изъятого алкоголя. На днях полицейские с поличным поймали Нарин Марса, который выполнял доставку спиртного на дом. В его личной машине оперативники нашли 36 литров горячительного. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.